Приветствую вас! Давайте мы с вами попробуем сопоставить факт. Значит, смотрите. Факт первый. Влюблённость в парня. Влюблённость сама по себе. Хорошее чувство. Влюблённость это здорово. Любовь это замечательно. Ну, пожалуй, пожалуй, только, наверное, за исключением того, что именно такое есть любовь и влюблённость. Именно, по-вашему, именно в вашей интерпретации. Вот. То есть, нужно здесь определиться с тем, как именно вы понимаете свою влюблённость. То есть, влюблённость, это что такое? По-вашему. Вот. Далее. Это первый факт. Факт второй. Второй факт заключается в том, что мужчина не очень хороший, как вы говорите. Ну, помимо того, что это такое очень оценочное осуждение, да, что мужчина хороший или мужчина плохой, это сугубо ваше восприятие, ну, именно вот человека. То есть, на самом деле, плохих, хороших людей не бывает. Вот. На самом деле, бывают просто люди, которые подходят нам по нашему мнению, например. Благо, что нет. И всё. Тем не менее, тем не менее, несмотря на то, что этот человек не очень хороший, вы, тем не менее, его всё-таки, ну, вы в него влюблены. Вот. И, на мой взгляд, на мой взгляд, это конфликт. Первое, что нужно сделать, это разобраться с конфликтом. Именно в конфликтной ситуации разобраться нужно. То есть, что конкретно составляет тело вашего конфликта. В чём он состоит, конфликт этот. Вы же понимаете, что вещи-то достаточно противоречивые. Я его люблю или я влюблена, но он не очень хороший. Так, возникает вопрос тогда. Что-то одно ложно. Да? В конфликте. Одна сторона, одна сила, она ложно. То есть, не является, грубо говоря, вашей. Не является, ну, грубо говоря, тем, что является именно проявлением ваших желаний, вашей индивидуальности, вашей личности. Нужно определить, что и почему является ложным. А что и почему является истинным. Здесь. Например. Ваша влюблённость может быть вовсе и не влюблённостью, да, а простым желанием. Ну, простым желанием чего-то. Просто чего-то. То есть, это может быть нежелание, например, быть одной. Желанием быть с мужчиной. И так далее. То есть, у этого есть причина. И в таком случае, в таком случае, вы, грубо говоря, обратили внимание просто на того мужчину, например, который вам, ну, вот, не то, чтобы даже понравился, да, наверное, а который, скорее, обратил на вас внимание, возможно. То есть, вы ему понравились, и вы думаете, о, я ему понравился, я могу с ним там отношения построить, да, грубо говоря. Ну, попробовать построить отношения. Почему бы и нет. То есть, вот это, это одна из возможных причин. Дальше. Может быть, наоборот. Что вы влюбились. И хотите быть с этим человеком. Хотите с ним налаживать отношения. Хотите выстраивать с ним отношения. Да. Ну, вот. Хочется вам. Но. Какие-то установки, какие-то стереотипы, например, вам не позволяют это сделать. То есть, есть какие-то взгляды на вещи, на мир. Есть какие-то, ну, какая-то позиция. Скорее всего, не ваша, а, вот, знаете, типа, как, как правила такие. Вот. Которые, как бы, говорят, что я не должна, я не могу. Я не могу и не должна быть с этим мужчиной, например. В таком случае, речь идет, а, и, 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 исключительно, только, о, а, запретах. В первом случае, речь тоже идет о запретах, конечно. Вот. Но, в первом случае, запрет немножечко другой. А, в первом случае, запрет, он, скорее, связан с невозможностью реализовать, а, свои желания. А, во втором случае, а, как это видится мне, есть обрет просто на близость с тем или иным человеком, с тем или иным партнером в отношениях. Вот. То есть, сперва, нужно разрешить вот этот вот конфликт, который у вас имеет место быть сначала. Далее, Я не могу его отпустить, это ваше желание, потому что с ним он, с ним, с чувством к нему связаны какие-то ваши потребности, да. Далее, мы просто общаемся, но я постоянно о нем думаю. Постоянно о нем думаете, это у нас навязчивые мысли. Навязчивые мысли, связанные с желанием, то есть, вот вы думаете о нем, в каком контексте? Вы думаете о нем, в контексте чего, что за желание стоят за этими мыслями, вот. Иногда рекомендуют подумать о чем-нибудь другом в тот момент, когда у вас мысли, ну вот, появляются мысли о нем. Просто о чем-нибудь другом, о чем угодно на самом деле. А просто, ну я даже не знаю, например, об искусстве, допустим, подумать. Или о, там, сексе, например, да, ну, например, например, вот. То есть, эээ, смотреть, можете ли вы думать об этом или нет, или стоит запрет на это. Это я, вот. И вот, и из этого будет более ясна природа ваших навязчивых мыслей. Потому что природа навязчивых мыслей, она, от счастья, она, ну, тоже такова, что это забред, навязчивые мысли это желание, соответственно, не могут быть реализованными, если мысли данные, ну, вами постоянно ощущаются, как бы, вот. Понимаете? Какой момент? И у этого тоже есть причина. Так, переживаю, если он не пишет мне, а почему вы переживаете, если он вам не пишет? Понимаете, вот любовь, если это влюблённость, любовь это желание отдавать. Я бы не сказал, что это желание получать чего-то. То есть, если вы переживаете по поводу того, что он вам не пишет, значит, в этом, в том, что он вам не пишет, вы видите какую-то угрозу для себя, ну, какую-то угрозу, какой-то негатив для себя. И тогда возникает вопрос, как то, что вы воспринимаете именно, ну, вот, как угроза себе связана с чувством к другому человеку? То есть, это же, всё-таки, это же любовь, ну, вроде как, влюблённость. Желание, как я уже сказал, именно, именно отдавать, а не получать. Да? А у вас обобрядность получать, вы же о нём думаете, о человеке, и переживаете, что он вам не пишет. Значит, вам что-то нужно от него. Вы в чём-то нуждаетесь. Вот и постарайтесь определить, в чём именно вы нуждаетесь. Пока, пока что природа ваших мыслей, вот этих вот навязчивых мыслей о нём, это именно то, что вы хотите реализовать с помощью данного человека. То есть, ваша такая вот потребностная сфера, которая завязана именно на нём, на мужчине. И по факту, от него, от того, что мужчина сделает, от того, что мужчина, я не знаю, скажет, от того, может быть, как мужчина себя, там, поведёт, например, да, зависит то, как вы будете себя чувствовать. И отсюда напряг. Чрезмерная зависимость от другого человека. То есть, ваше благополучие, ваше благосостояние, ваша целостность зависит от другого. И естественно, что вы переживаете. Естественно, что вы в напряге. Потому что это действительно очень тяжело. Знаете, тяжело зависеть от другого человека, да ещё к тому же, ну, не родного вам по факту. То есть, он вам, ну, не особо чего должен, да, он вам не особо чего обязан и так далее. Вот. То есть, ситуация-то именно такая, вот. Поэтому здесь постарайтесь всё-таки определить вот это, ваше желание, какие они. И уже на основании этого вы сможете для себя выделить те моменты, которые имеют значение. И тогда вы увидите, эээ, причину, эээ, вот, того напряга, который вы ощущаете. Эээ, понятно, что снять напряг, возможно, сразу у вас не получится. Но, по крайней мере, увидев его причину, вы сможете скорректировать своё поведение так, чтобы реализовывать именно свои желания. И, может быть, тогда выяснится, что вы не любите этого человека, а он вам просто для чего-то нужен. Как правило, человек, эээ, человек эмоционально, эмоционально, да, привязывается к тому, у кого есть то, что, по мнению, вот, конкретного, ну, конкретно вас, например, у вас нет. Вот так, вот. То есть, вы, эээ, привязываетесь к там, к такому, к такой личности, у которой есть, по вашему мнению, эээ, что-то, чего нет у вас. Вот. И это и является, на самом деле, эээ, ну, таким ключевым моментом, эээ, проблемы. Именно, вот, эээ, если мы говорим, да, эээ, о, вашей ситуации, конкретно. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались, эээ, дополнительные вопросы, пишите в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, эээ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.